Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики и всем тем, кто смотрит мои уроки по программированию игр. И на сегодня это уже урок номер 4, в котором мы с вами поговорим о важных элементах программирования. Важном элементе, скажем, программирования это циклы. Мы с вами до этого уже поговорили про такие вещи, как if, то есть условия, при которых у нас выполняется тот или другой код. Но представьте себе такую ситуацию, когда вам нужно выполнить одно и то же действие, например, тысячу раз, 20 тысяч раз и так далее. До этого по привычному нам, ну скажем, flow, да, то есть в привычном виде, как мы обычно пишем код, мы с вами писали... Сейчас я usingDirective напишу... UsernameSpace.std, знакомая нам вещь. Мы раньше с вами писали, например, cout, какой-то текст, например, там, не знаю, hello. Ну, давайте со слова hello, endline, и так закончим. И здесь нам нужно еще добавить такой тракт. Теперь давайте представим ситуацию, когда нам нужно вот это слово hello написать, ну не знаю, 20 раз. Ну, то есть один из очевидных выходов для нас и привычных уже, да, это просто 20 раз вот так вот сидеть и копировать. И согласитесь, это очень нудно, мудрно и никому не нужно. Ну и в целом программирование отчасти, наверное, все-таки для людей, которые любят искать, ну какие-то решения, оптимизировать вообще свое время. То есть в целом программисты это ленивые люди, поэтому они всегда пишут очень коротенький код, но эффективно. Давайте подумаем, как теперь решить эту задачу. 20 раз вызвать hello. Ну, один из самых распространенных способов это применение циклов. Что такое циклы? Давайте посмотрим на диаграмму. Я здесь как раз для вас вывел первый цикл. Вот он. Он называется while. Мы с вами уже видели этот цикл в предыдущем уроке, когда мы разбирали домашнее задание. И я вам говорил, что, ну, как бы не задумываться про это, и мы об этом еще поговорим. Принцип написания while, да, как вы видите, это слово while. Далее в скобках идет какое-то условие, при котором цикл должен работать. И, собственно, сам код цикла или тело цикла. Да, и все это заключается также у нас всегда в фигурной скобке. Если рассматривать это с точки зрения блок-схемы программирования, да, то здесь нужно рассматривать его поэтапно и всегда держать в голове, как правильно, собственно, цикл будет выполняться. Иначе у вас будут ошибки, а и бывают такие ситуации и задачи, когда цикл у вас становится бесконечным. И это плохо. То есть у вас нет никакого условия выйти из цикла, и в этом случае начинается нагрузка на компьютер, куча багов, ошибок. В общем, вам это не нужно. Так вот, смотрите, в цикле вы задаете какое-то условие первое, да, condition. Например, сделай что-то, пока это будет правдой. То есть наше условие будет правдой. И, соответственно, пока условие правдивое, выполняется следующий код. Как происходит цикл, каждый цикл происходит выполнение кода поэтапно. То есть, например, есть какое-то условие, это условие начинает проверяться. Если это условие правдиво, то, соответственно, вот, как вы видите, выполняется код определенный. Далее мы возвращаемся обратно к началу цикла и опять проверяем наше условие. Выполнили ли мы это условие, правдиво ли оно. Если правдиво, то цикл опять выполняется. И он будет выполняться до тех пор, пока вот это основное условие не станет ложью. И если оно станет ложью и в condition is false, да, как вы видите, то мы выходим из цикла. Давайте попробуем на практике, как это происходит. В нашем случае задача такая, что нам нужно 20 раз, как я уже говорил, вывести слово hello. Давайте воспользуемся циклом while. Какое-то определенное условие. Далее у нас... Упс, извиняюсь, не стайпла. Далее наше условие, да, то есть наш код должен выполняться. То есть 20 раз напечататься слово hello. Но теперь нам нужно сделать какое-то условие, да, добавить. Как вы помните, наше основное условие это 20 раз вывести это слово. Ну, очевидно, можно будет взять просто переменную int, да, например, пусть это будет a, будет равняться 20. Вот первый принцип, как можно будет сделать, решить нашу задачку, это, например, пока a не равняется 20. Выполни следующий цикл. Теперь смотрите, если я выполню нашу программку... Ага. Упс, и фокап, да, то есть у нас не выполняется. Извиняюсь, не равно, а пока a меньше или равно 20, выполняем. Вот, видите, но мы вступили в бесконечный цикл. Видите, уже первая ошибка. Он постоянно и бесконечно печатает hello, hello, hello и так далее. В чем проблема? Проблема у нас заключается в том, что само условие у нас, если разбирать детально, да, что a у нас уже равняется 20. Поэтому a никак не может быть меньше или равно 20. Что в этом случае мы можем сделать? Мы в этом случае можем сделать, допустим, a равняется 0, но когда наше условие выполняется, hello, мы будем добавлять a единицу. Например, a плюс равняется 1. Вы уже с таким кодом знакомы, когда мы добавляли единицу к нашей текущей переменной. Если детальнее рассмотреть, опять же повторюсь, выглядит это следующим образом. То есть a плюс равно 1 – это то же самое, что a равняется a плюс 1. То есть мы каждый раз прибавляем к a единице. Так вот, если мы такое условие вводим, то логически будем думать, что a в данном случае меньше 20, поскольку оно равно 0. Соответственно, наше условие правдиво. И оно будет выполняться до тех пор, пока a не станет равно 20. Если мы сейчас запустим наш код, то у нас 20 раз напечатается слово hello. Видите? То есть нашу проблему мы решили. Это один из способов выполнения подобных циклов. То есть у вас должно быть обязательно условие, при котором будет выполняться цикл, и он будет правдив. И обязательно условие, при котором вы этот цикл остановите. Как вы видели, если я уберу данное значение, и a сделаю равно 20, то у нас получится бесконечный цикл. То, о чем я говорил, что это не есть правильно. Теперь смотрите. Есть второй вид циклов. Он более удобный и часто распространен. Это цикл for. Вот он. То есть синтаксис выглядит следующим образом. For. В скобках у вас есть какое-то также условие. И, соответственно, блок кода, который должен выполняться. Но обратите внимание на уже усложненные условия, которые у нас написаны в этих скобочках. Что происходит? Вы должны задать, скажем, ну такое, некую дистанцию между одним условием до другого, при котором будет выполняться данный цикл. Ну, давайте я напишу пример, а потом мы его разберем. Допустим, тот же самый наш код. Дайте я сейчас сверну. Мы его просто ниже напишем. Тоже самое. Задача 20 раз напечатать слово hello. Если мы напишем for, дальше создаем переменную int i равняется 0, i меньше 20, i++, ну то есть плюс-плюс, выполни вот это условие. В этом случае, как вы видите, мне уже добавлять единицу не нужно. Почему? Потому что мы создали уже внутри цикла переменную, которая контролирует вот это расстояние от минимального значения до максимального. Что пока i, то есть наша переменная, равняется 0, i является меньше 20, добавляй единицу и, соответственно, выполняй следующий код. Вот. И если мы, вот это давайте я уберу. Если я сейчас запущу нашу программу, то она выполнит то же самое, что у нас было с циклом while. То есть, видите. Но, в чем удобство? Удобство здесь в том, что вам не нужно придумывать и дописывать дополнительные переменные условия. Как видите, этот код гораздо короче и удобнее. То есть, вы создали уже внутри цикл переменную, переменные при которым будут выполняться то или иное условия, добавляете единицу и так далее. Причем, вот эти условия внутри можно менять как угодно. То есть, вы можете делать, например, i меньше или равно 20. Или, допустим, i может быть меньше какой-то созданной вами ранней переменной. Например, a, давайте так сделаем, int a равняется 20, как мы делали до этого. И вам нужно проверить в цикле, что цикл будет выполняться, пока мы будем меньше i, a, наши перемены. И запустим, у нас получится то же самое. Вот, пожалуйста. Ну и так далее. То есть, получается, что вот этот цикл for нам позволяет очень сильно экономить наши нервы, силы и так далее. В чем циклы нам полезны в целом? Во-первых, оно вам экономит время, если вам нужно выполнить одну и ту же задачу, ну то есть множество раз, либо вообще бесконечное количество раз. Вот здесь можно сделать такое некое лирическое отступление, что если мы, например, пишем какую-то игру, структура игры выглядит следующим образом. Это бесконечный цикл. То есть пишется обычный бесконечный цикл, где программа выполняет постоянно какой-то один и тот же код и ждет от игрока какого-либо действия. Ну и, соответственно, если игрок выполняет какое-то действие, то выполняется там тот или иной код и опять же возвращается к исходному значению, где у нас опять повторяется один и тот же цикл. Наверняка видели, в некоторых играх включается FPS, да, так называемый, то есть frames per second или там количество кадров в секунду. Почему он у нас постоянно скачет, да, где-то 60, где-то 30, где-то 31, ну то есть он не бывает такой статичным. Потому что каждую секунду выполняется какое-то определенное количество операций в нашей программе или в игре. И на эти операции требуется там то или иное количество времени или там доли секунд или секунды и так далее. И от этого у нас, соответственно, изменяется количество кадров в секунду. Там, конечно же, задействован наш цикл. Ну то есть тот цикл, который является бесконечным для нашей игры. И обычно в играх в движке прописывается как раз условие, при котором вы выходите из этого бесконечного цикла. И это, кстати, один из исключений или примеров, когда бесконечный цикл нам нужен и его нужно написать. Но там прописывается условие, что если игрок, например, нажал на кнопку выход, то цикл прекращается и мы выходим из игры. Ну, давайте вернемся еще для закрепления к нашему проекту, который мы создавали. Туториал 2. Так, по-моему, здесь, да? Нет. Сейчас не вернемся. Я, к сожалению, делал компьютер, перенес эту папку. Не вспомню, где у нас первое обучение. Но если вы посмотрите предыдущее видео по домашнему заданию и по функциям в целом, то вы увидите, что цикл While я использовал несколько раз. И говорил, ну то есть не обращал ваше внимание изначально на него, потому что вы еще не понимали, как работает цикл. Сейчас же этот цикл работает и вы вполне можете задействовать в своем арсенале, собственно, вот такую вот вещь. Она очень удобная, очень полезная и в целом дополнит вашу копилочку знаний в программировании. Ну, на этом наш коротенький урок подошел к концу. Всем спасибо, что смотрели. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу, с удовольствием порешаю с вами ваши какие-то задачи. В целом, удачи вам на пути программирования. И давайте ждать следующего урока. Я постараюсь его выложить, ну, как можно скорее. Всем спасибо.